Это больше, чем Land Cruiser 200. Пластик как Vaveo, наверное, да? За 60 километров 25 литров. Надо будет ставить газ. May I ask you what you think about that car? Когда мы собирались в Штаты, то опросили подписчиков, о каких американских машинах вы хотите услышать. И эта тачка попала в топ-3. Легенда американского автопрома Dodge Challenger. Неплохой вариант для Лас-Вегаса. Итак, сегодня мы поищем в этом Dodge плюсы и минусы. Сравним его с конкурентами. Попробуем сделать бирнаут. Проверим реальный разгон до сотни. Посчитаем, сколько стоит привести его к нам битыми и починить. Выясним, подходит ли он для наших дорог и чем грозит покупка такой машины. Эта тачка 2018 года с пробегом около 35 тысяч километров и, можно сказать, она прокатная. Сейчас мы посмотрим, что за такой период в ней можно ушатать. Но сначала, предвидя ваши вопросы, я отвечу, как мы ее здесь вырвали. В Лас-Вегасе сейчас 10 вечера и мы только что прилетели из Лос-Анджелеса, где тестировали Tesla Model 3 в Santa Monica. И сейчас нам надо забрать наш Dodge Challenger. Мы забронировали его, как и Tesla, с помощью онлайн-сервиса, который позволяет американцам сдавать их собственные автомобили посуточно. И вот за этот Dodge Challenger мы заплатили около 100 долларов, включая расширенную страховку и все сборы самого сервиса. Нам пришло сообщение, в котором указано, где его забрать сейчас и куда его вернуть через сутки. Открыть машину можно с помощью приложения, но сначала я пофотографировал на нем повреждения, добавил их в систему, чтобы не отвечать за все, что там было сделано кем-то до нас и проверим. Работает. Отлично. Ну и на сегодня все. Мы едем в отель и завтра уже будем разбираться с Dodge. А если вам интересны не только тачки, но и другие наши приключения в Штатах, отели, рестораны и не только, подписывайтесь на второй канал InfoCar Backstage. Ссылка будет в описании. Все USA там, все тачки здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Да-да-да, я знаю, что многие из вас просили протестировать самую топовую версию Demon с мотором 6.2 на 840 сил завода, который по динамике до сотки разрывает в хлам любую Tesla. Но, блин, мы решили протестировать что-то более актуальное под пригоны штатов к нам. Итак, сегодня у нас на тесте самый продаваемый Challenger с самым базовым мотором 3.6, но в топовой комплектации. Бум! Да-да-да, давно проверенный 3.6 Pentastar на всего каких-то 305 лошадиных сил, но забегая вперед скажу, что в моем понимании это оптимальный вариант. И давайте для тех, кто не фанат американского автопрома, кстати, как и я, я много читал даже ту же Википедию перед тестом. Напомню, сейчас мы имеем дело фактически с третьим поколением 2006 года. Это, конечно же, там какой-то сто пятьсотый рестайлинг 2014 года и сама модель 2018 модельного года. У американцев все с этим непросто, но все, что вам нужно знать, что фактически этому кузову почти 15 лет. Первичные половые признаки Challenger находятся вот здесь вот на капоте. И вот эти две щели пластиковые, но тем не менее настоящие воздухозаборники, говорят о том, что у нас простая версия SXT, но нафарширована. Она фактически до следующего уровня, который называется GT. И стоит этот автомобиль просто сумасшедший, как для местных гангстеров и афроамериканцев деньги. 37 тысяч долларов. Оптика Challenger это традиция 970 года. Передние фары должны быть круглыми, а задние вытянутыми. И точка. Отличия между поколениями и рестайлингами фактически минимальные. Знаете, перерисовать дизайн Challenger это все равно, что дорисовать пирсинги и черные очки Monolise. Итак, длина больше 5 метров. Колесная база 2,94. И если вы еще не въехали в эти цифры, то это больше, чем Land Cruiser 200, в том числе по ширине. Клиренс 13 см кажется немало, практически для суперкара, но ситуации с такой мягкой подвеской все равно случаются. В нашей комплектации огромные 20 диски и здесь доплатили за Performance Pack. Соответственно, шины у нас тоже непростые. Гудьер 245-45 ZTR 20. Но от пробуксовок они все равно никогда не спасают. Даже в обычном режиме без включения спорта и без отключения ESP и всяких там бирнаутов. Жалко резило, поехали. Лето только началось, а в Неваде уже жара под 45 градусов. И несмотря на низкую влажность, как написали бы погодные сайты, все равно ощущается как 45. И, кстати, приехали мы в Штаты не только за Challenger. Тесты других не менее интересных американских тачек смотрите на нашем канале уже сейчас. Ссылки будут в описании, чтобы не пропустить следующие обзоры, которые мы опубликуем совсем скоро. Обязательно включите уведомления. Для этого нажмите на колокольчик прямо под видео. То есть, с одной стороны, здесь реально крутая комплектация. Здесь правильные по смыслу материалы. То есть, мягкий пластик, посмотрите, кресло с кожей, с алькантарой, с перфорацией. Но, с другой стороны, на вид все это как-то очень странно. Но вот эта кожа непонятного животного, этот пластик, который на вид такой жесткий. Ну, вот я не знаю, как Вавео, наверное, да. Странные впечатления, хотя вот этот материал мне очень нравится. Интересно то, что если заказать такую машину в базовой комплектации, то она будет очень бедненько внутри смотреться. Потому что сюда доставили так называемый Super Track Pack. И, в первую очередь, он касается перформанса тачки. Здесь усиленная спортивная подвеска. Здесь спортивное рулевое управление. Здесь спортивные тормоза. Выбор режима въезда. И вот эти вот как раз прикольные седухи идут в пакете Super Track Pack. Смотрите, электрорегулировки только у водительского. Пластик очень сильно царапается. В общем-то, по нему видно. За 30 тысяч пробега машина очень прилично ушатанная. Особенно мне вот не нравится пластик на дверях. Куча царапин. Сложно найти и привыкнуть, что ручки открывания находятся здесь. Ну и, соответственно, вот этот вот американско-итальянский пластик, он везде такой. Он везде поцарапанный, пыльный, жесткий, некрасивый. Где-то залапанный, где-то уже заматованный. Но вот как-то так. То есть с этим нужно смириться. На это не нужно смотреть. Иначе в этой тачке можно просто сойти с ума. Смотрите на другое. Смотрите на комплектацию. Электропривод рулевой колонки. Если зайти в меню климата. Вообще вот эта штука тормозит, но просто невероятно. Причем тормозит с разной интенсивностью. Заведена машина, не заведена. Там что-то какие-то на бэкграунде приложение может работать. Иногда очень тупит. Иногда чуть-чуть быстрее. Так вот, смотрите. Если мы зайдем в настройку сидений. То можно увидеть, что здесь вентиляция обоих кресел. Но есть еще два режима. Две вот этих кнопочки. Которые для местных книжиночек вообще непонятны. Зачем это? Что это за три полосочки, которые идут от руля? Подогрев руля? Сидений? Зачем? 45 градусов на улице. Но если вы хотите загнать эту тачку к нам, то это очень прикольно. Подогрев руля, подогрев сидений. Причем дефлекторы выходят в том числе на второй ряд. Так. В нашей комплектации опять же здесь добавляются интересные кнопочки. Спорт режим. Режим супер трекпэк. Ну, как вам сказать? Что это означает? Это что-то вот вроде особых настроек, которые можно менять. Вообще здесь все очень так странно и мутно намучено. Вот смотрите, можно выбрать настройки спорт режима. Причем куча детализации по этому всему. Engine и Transmission. Мы можем посмотреть, что это означает. Смотрите, все расписано. У нас, кстати, еще под рулевые лепестки в супер трекпэк. Настройки шасси. Причем подвеска здесь хорошо изображена. Не подумайте, сзади не балка. То есть там независимая подвеска. Это похоже двухрычажная, но поправьте меня, если я ошибусь. Так. Настройки руля. Есть нормальный, комфортный. Balance of steering wheel and comfort. Greatest amount of steering wheel, greatest amount of steering effort. Сказать, что это ощущается, знаете, если вы сядете в эту машину с любой европейской, даже гражданской, то вы скажете это спортивные настройки руля? Оу, нет. Но об этом сейчас чуть-чуть позже. Сейчас мы заведем ее, поедем. И самый главный вопрос, на который мы сейчас будем отвечать, это насколько эта тачка может быть нормальной у нас для повседневного использования по настройкам подвески, по динамике. Потому что она все-таки заднеприводная. И по ее габаритам это, наверное, в первую очередь. Так вот, когда уже немножко как бы глаз привыкает к вот этим вот странным материалам и всему поцарапанному, то, в общем-то, в каком-то понимании эта тачка начинает ощущаться как в какой-то мере премиальная. Да, есть строчка, эти части обшиты кожей. Причем, я даже не знаю, натуральная она или нет. Скорее всего, что здесь нет. По мультимедийке все как бы номинально хорошо. Два USB порта здесь, AUX вход, есть CarPlay, как вы видели. Вот, и все это работает ужасно. Ну, вот просто ужасно. То есть все тормозит. Единственное, если не брать во внимание аудиосистему, потому что здесь у нас за 995 баксов аудиосистема Alpine. В спецификации указано 506-ваттный усилитель. Мы насчитали здесь 7 динамиков внутри. Указано, что есть сабвуфер. И если речь идет о звуке, то коронный вопрос, что ты об этом скажешь, Ярослав? Я скажу, что этот Alpine, ну, как бы, во-первых, впервые для меня я в автомобилях вижу аудиосистему Alpine. Во-вторых, звучит, ну, в общем, на премиум он не тянет. То есть я бы поставил где-то 7,5 баллов. Звучит неплохо, достаточно попсово. Но, честно говоря, саба я все равно не ощущаю. Но это не все. Я позволю себе не согласиться с Пашей, который сказал, что пластик здесь какой-то дубовый, хреновый и вообще все такое. Я считаю, что все нормально. Вы просто мустанг еще не видели. А учитывая то, что эти тачки у нас, ну, бэушные, там, типа, после Капарта в Киеве будут продаваться по 30-35 тысяч, я вам скажу, что даже до 40, наверное, можно найти с мотором 6,4. У меня знакомый хочет признать такую именно 6,4. Именно, чтобы вписаться в 40 тысяч. То это отличный вариант. Да, это не премиум. Ну, в общем-то, ничего трагичного. В принципе, что неудивительно с учетом габаритов тачки внешних. Внутри тоже много места. 1,93 м, запас места над головой. Сидение действительно удобное. Конечно, тут ничего не регулируется, кроме наклона спинки. Но вот эти вот боковинки, в общем-то, там, где надо. Подголовник на месте. Правда, пассажирское кресло регулируется даже в топе, только вручную. Очень нравится черный потолок. Добавляет уюта. И, в общем-то, здесь и просторно, достаточно просторно. И при этом уютно. И как-то по-спортивному вот так вот все обволакивающе. Но интересно другое. Если мы сравниваем Challenger с прямыми конкурентами. Например, с Мустангом, с которым мы уже и в Украине разбирались подробно. То давайте глянем, сколько места здесь на втором ряду. Потому что, по-моему, в этом плане Challenger в классе будет number one. Что интересно, кресло складывается механически. Но сдвигать вперед его придется вручную. Ну, по крайней мере, я не вижу здесь возможности сделать это быстро. Соответственно, понять, сколько места будет за мной. Да, в общем-то, в общем-то, нормально. Ну, здесь точно больше места, чем в Мустанге. Хотя головой я чуть-чуть касаюсь. Но здесь все какое-то мягенькое. Мягенький подлокотник обшитый кожей. Мягенький подлокотник здесь. В общем-то, глубокая седуха. Алькантара с перфорацией. Конечно же, без вентиляции. Но есть дефлекторы. Ну, знаете, все-таки это что-то на класс больше, чем Мустанг. А вот с корветом, к сожалению, я сравнить не могу. Вот это отдельная тема. Камера заднего вида. Огромный экран и очень светлая картинка. Днем вроде бы ничего, но ночью включить камеру заднего вида, не дай бог. Ослепляет напрочь. Кстати, есть ощущение того, что действительно кузов старый. Многие современные фишки, без которых сегодня никак сюда просто уже добавлялись в процессе. Например, кнопочки KILLS, да, вот так вот встроены в родные ручки. Выглядит, конечно, немножко жлобски, хотя под стиль всей машины. Но с другой стороны, смотрите, здесь написано, что это алюминий. Залапывается, конечно, выполнено так немножко грубовато, но тем не менее. Так вот, аналогичным образом здесь встроена и камера. Смотрите, прямо в спойлер. В общем, куда нашли, туда и вставили. Кнопочка открывания и тяжелая крышка багажника. Я не знаю, возили в этом багажнике трупы или нет, но, как видите, его уже расширяли заметно чемоданами. Ну, в общем, вот здесь уже начинает вылазить американская сборка. Смотрите, вот эта деталь кузова, да, вот так она обшивается войлоком, вот так сверху. Ну и вообще, если бы мне кто-то показал бы эту машину в Киеве, да, я бы сказал, ага, что, привез битка или утопленника или как там. Потому что, смотрите, какие-то окисления здесь. Хотя я уверен, я точно знаю, что эта тачка покупалась недавно здесь новой, что она без ДТП, как говорится. Да, смотрите, петли у нас не заходят в багажник. В общем, багажник, я бы сказал, огромный. И можно еще и сложить спинки седух. То есть, с учетом того, какой длинный кузов, машина действительно может быть даже практичной. Посмотрите, сюда поместятся два больших чемодана легко. Хотя, конечно, силовой структурой кузова этот проем максимально заужен. Опа! Вот так вот здесь все серьезно и олдскульно. Пенопласт. Никакой запаски, докатки. Есть ремкомплект с компрессором. Хотя, нет, есть только компрессор. Интересно выглядит. Если из Америки придет ваша тачка без такой штуки, значит, какой-то мексиканец на, я не знаю на чем, на каком-нибудь пикапе ездит уже с таким насосом, с компрессором. А что вот там вот будет? А вот там ничего, уже железяка, провода. Кстати, смотрите, не француз, все провода разного цвета. Кузов очень жесткий, очень толстый металл везде. А вот это вот, похоже, как раз тот добавленный, если не ошибаюсь. Ах, черт его знает. Мне что-то кажется, что это управление дверями от сервиса Turo, который позволяет открывать тачку через приложение. Ну вот, как-то так мне кажется. Ну, скажем так, простовато все, конечно. Простовато, из плохого где-то грубовато, из хорошего все очень выглядит вот так вот, жестко, грубо и физически надежно. У Challenger, как я сказал, достаточно старая, но при этом очень интересная платформа. Заказывая тачку, можно выбрать один из четырех моторов, одну из четырех различных подвесок и даже один из четырех видов тормозов. Доступна механика. Но, к сожалению, как многие говорят, с базовым мотором только восьмиступенчатый автомат. Многие считают, что это недостаток Challenger в сравнении с конкурентами, главный из которых, конечно же, Mustang и Camaro. Но его главное преимущество в том, что с любым мотором вы можете заказать полный привод. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу спросить, что вы думаете об этом автомобиле? Это красивый автомобиль. Я сказал, что это красивый автомобиль. Это популярный здесь, или это обычный автомобиль для каждого дня? Это нормальный. Это нормальный, да? Да. Так что это не такая супер автомобиля здесь, да? Нет. Вы знаете о версии Daemon? Вы думаете об этом автомобильной версии на 6.2? Нет. Что больше нравится? Camaro, Mustang или Challenger? ну вот приблизительно такой уровень автомобильных познаний сейчас у местной молодежи но сказали что тачка неплохая потому что купе потому что длинная потому что они догадываются что на заднеприводная хотя это не точно кстати мы прилетели в штат из turkish airlines сюрпризом по дороге нас проапгрейдили до бизнес-класса а еще мы слегка затусили в стамбуле все это и другие наши приключения будут в видосах на отдельном канале инфокар бэкстейдж и конечно же как вы просили копы тоже будут короче говоря если вам интересны не только тачки подписывайтесь на отдельный канал ссылка будет в описании ну я уверен вы захотите узнать что же здесь бирнаутом и да конечно в пентастаре бирнаут не тот что в 8 но при большом желании тоже можно немножко пожечь правда для этого придется там подключать esp поддержать кучу кнопок поиграться с режимами причем в разных поколениях доджа это делается по-разному но в общем-то удовольствие вы получите ярик пару шагов назад на всякий случай я скажу вам честно я в принципе могу сказать что я почти умею дрифтить на заднеприводных porsche я неплохо дрифтил на заднеприводной м3 но блин вот так вот с первого раза сесть и взять под контроль эту тачку но честно говоря признаюсь мне не получается и как раз с учетом вот этого опыта я говорю о том что 305 сильного мотора для наших дорог для наших реалий более чем достаточно потому что в некоторых ситуациях он дарит больше эмоций чем чем ожидаешь в любом случае блин я просто пытаюсь реально чуть газануть сильнее и я правда не могу справиться с машиной у меня сейчас все отключено если все вернуть в обычный режим то машина становится чистым таким фаном и дает вам не больше чем немножко вильнуть задом на развороте на повороте здесь этим вообще никого не удивишь но у нас вы будете просто королем троещины я вам гарантирую когда фанаты мустангов и камара хотят обидеть эту тачку они говорят что она весит как слон и вообще нифига не едет и очень медленно логика опять же номинальная в этом есть потому что заявленный разгон до сотни здесь задним приводом и с мотором 36 6 8 секунд с автоматом 6 7 с механикой и да это больше чем у мустанга больше чем у камара они должны разгоняться где-то на секунду быстрее но знаете вот этих вот американских тачек задним приводом особенно разгон до сотки это ну скажем такое увлекательное мероприятие здесь есть lounge и опять же вы могли смотреть кучу роликов и я их смотрел но то что мы получили вчера ночью когда копы заснули и буквально здесь же начали мерить разгон колоссально отличается от того чего мы ожидали чему мы привыкли какому лауншу у porsche у вообще у ваг группы да ты включаешь лаунш зажимаешь две педали обороты молотят у porsche так у audi там чуть-чуть поменьше и в тот момент когда мы отпускаем тормоз тачка летит и делает всегда свое лучшее время здесь чуть-чуть по-другому здесь можно играться с отключением трекшена здесь можно позволять про буксовки на месте при старте либо добиться того чтобы практически не было можно играться с оборотами двигателя на которых машина будет срываться если вы посмотрите американские блоги то много людей там раздают советы на каких рпм лучше трогаться чтобы добиться от челленджера максимальной динамики кто-то говорит полторы тысячи кто-то две с половиной кто-то три тысячи и интересный момент у нас в супер трекпэк есть приложение которые там в головном устройстве позволяют мерять динамику 0100 0200 какую-то там вашу реакцию ускорение торможения конечно же конечно же все это врет и эта система все время как бы говорит вам чувак да у тебя реально быстрая машина она рвет с места просто невероятно всех и невероятно круто на самом деле эта система обманывает вас где-то на секунды лучший результат которого нам удалось добиться это был семь и четыре секунды при этом система писала чувак ты разогнался быстрее чем по паспорту у тебя было шесть и пять вот приблизительно такая ситуация но было ощущение того что можно можно разогнаться быстрее но это челлендж это челлендж взять эту тачку начать ее чувствовать причем даже с автоматом и научиться ловить тот момент с которого она может либо дать задом и удивить всех вокруг либо показать лучшее свое время хотя 68 конечно же это детский сад хорошо допустим вы решили пригнать нам эту тачку что вас должно волновать лично у меня первый вопрос был насколько маневрена эта машина и что будет с габаритами потому что теоретически снаружи ухты снаружи все это выглядит огромным каким-то шарабаном но когда садишься внутрь уже такого ощущения нету и я вам скажу что даже обзор на вперед здесь получше чем у мустанга а потому что капот больше смотрит вниз но впереди нету парктроников и их обязательно нужно будет доставить из хорошего передний свет здесь короче чем у большинства американских таких олдскульных тачек и нет такого риска что-то черкнуть в развороте или при маневрировании на парковке передним бампером сзади есть камера сзади есть парктроник а вот заднего привода я перестал бояться буквально через 10 миль он абсолютно подконтрольный еспешки подконтрольный вам хотите ездить и спокойно хотите ездить и с легким огоньком без включения режима спорт ну а если дорога широкая свободная то иногда можно позволить себе отключить есп но ни в коем случае не стоит рассчитывать на то что аналогично безопасно и спокойно можно будет ездить зимой и тут дело не так в полном приводе как в весе автомобиля как бы дождь не рассказывал что облегчает машину с каждым рестайлингом но ощущается она все равно огромной каждый занос даже минимальный длится гораздо дольше чем в большинстве европейских заднеприводных машин на которых я ездил и да иногда это пугает и представляю что на нашей нечищенной дороге не дай бог на льду можно рихтануть как минимум машины 34 припаркованные где-то в правом ряду если вы иногда садите за руль девушку эта машина не для вас гарантирую габариты задний привод и большой вес но когда вы привыкнете все это превращается в реальный кайф в реальный челлендж борьбы с собой борьбы с тачкой классическая американская подвеска со всеми плюсами и минусами вытекающими отсюда мягкая валка дребезжащая передающая в салон вот такие вот мелкие вибрации но передача это я бы не сказал что очень дискомфортная просто вы знаете о всех неровностях и слышите их спустя даже там несколько секунд после того как они уже остались позади даже вот такие вот маленькие разделители полос здесь заставляют весь кузов вибрировать за 30000 километров 34 кон точно у нас пробег есть уже ощущение что подвеска подушатанная то есть сайлентблоки уже подуставшие я это слышу но судя по тому в каком состоянии салон и даже кузов снаружи и убивали такое ощущение что подвеска делали специально для того чтобы она не держала боковую нагрузку чтобы машина скользила и чтобы машина вот плюхалась подпрыгивала как-то так есть такое ощущение и скажем все это вместе с машиной вместе с этим салоном вместе с настройками руля выглядит достаточно органично и по крайней мере здесь сейчас мне это не утомляет и даже доставляет удовольствие и это учтите что у нас подвеска спортивная и более жесткая чем обычно недостаток я сейчас вижу только в том что с такой скажем так мягкостью подвески 13 сантиметров клиренса может не хватать и машина очень часто у нас терлась где-то бампером приятной стороной будет то что можете смело брать тачку на двадцатых дисках как у нас и спокойно ездить по нашим дорогам это абсолютно не те же ощущения как вы получаете от немца на двадцатых катках модель выпускается мягко говоря не первый год и я думаю для надежности это только плюс да пентастар имеет и свои недостатки об этом можно почитать такой же мотор ставится на ну наверное наиболее он известен у нас по гранд чироке можете почитать на него легко устанавливается газ в общем то вполне нормально и на сегодняшний день я бы расценивал этот мотор все-таки как надежный скорее небольшая такая американская парковочка пустует сегодня это просто мечта владельцев масл каров но здесь мы поговорим о коробках значит три варианта автоматов здесь может быть зависимости от мотора два из них немецкие ztf и одна коробка можно сказать американская версия ztf и который выпускается крайслером по лицензии наверно по лицензии я думаю что деньги немцам они немножко забашляли и так как раз нашим мотором в 6 здесь будет коробка 845 r-e это восьмиступенчатый автомат и это доработанный под эту машину и под американские реалии вариант коробки 8 hp-45 ztf которая должна переваривать номинально момент 450 ньютонометров и в общем то с учетом того что у этого движка 363 ньютона то с головой хватает запаса ну и в общем то если вы почитаете отзывы проблем с этой коробкой особо не бывает у мотора v8 будет стоять ztf 8 hp-70 то есть соответственно 700 ньютонометров а вот у версии srt уже я бы сказал что это грузовой вариант ztf 8 hp-90 с номинально перевариваемым моментом 900 ньютонометров ну и конечно же может быть шестиступенчатая механика но что интересно не стоит вестись на вот эти вот рассказы и убеждения о том что такие машины должны быть только на механике автомат здесь позволяет практически все то же что и механика и получаете вы удовольствие среднестатистически точно не меньше ну в общем то это в стандартном режиме и теперь мы традиционно меняем локацию это дает вам гарантию скажем так беспроблемной езды по штатам ну и к вопросу о безопасности эта тачка характерно для америкосов не проходила евро инка поэтому мы не можем справедливо ее сравнивать с какими-то европейскими аналогами но мы здесь насчитали 6 подушек в общем то это неплохо и американцы хвастаются усиленным подрамником усиленным кузовом ну и действительно когда едешь на такой большой тяжелой машины ты больше переживаешь скорее за других участников движения если глянуть на копорте с обычные повреждения то чаще всего при скажем так больших дтп у машины отсутствует передняя часть капот да а вот кабина в большинстве случаев целая ну я бы как бы все равно на это бы сильно не полагался из электронных систем здесь уже появился и адаптивный круиз и функция остановки в случае там опасности в случае если машина видит пешехода если даже не ошибаюсь контроль слепых зон может быть но это все зависит опять же от того какую тачку в какой версии вы найдете прямо на дна ничего удивительного что такие машины быстро привлекают здесь внимание полицейских мы уже имели диалог и что интересно коп практически сразу же определил по внешности тачки что здесь в 6 удивительно как для американца и он прямо намекнул что его ford который тоже в 6 но специально доработан для полиции легко с нами справиться а вот с версиями челленджеров посерьезнее работают уже на вертолетах ну и если вы определились с тем что вы готовы на все это пойти то конечно нужно сразу же определиться тем какие есть альтернатива и фактически 2 mustang и camaro если сравнивать эти тачки опять же под пригод интересно то что у mustang базовый мотор теперь не в 6 это 2 и 3 эко буст есть плюсы есть минусы да туда вы уже не влепите газ и вопрос уже к надежности мотора появляется он выдает ту же мощность 300 сил но опять же отличается по моменту и camaro и mustang значительно легче и разгоняются на секунду быстрее у camaro уже тоже базовый мотор двухлитровый turbo но 36 все еще продается из преимуществ у этих машин то что если вы фанат драйва на механике вы можете взять их с обычными моторами с механикой но ни одна из этих машин в текущих поколениях не продается с полным приводом и camaro и mustang обещают сделать полноприводными уже со следующих версий посмотри сзади едет ярик скетпэк мне очень нравится габариты оранжевая а вот вам пожалуйста шумоизоляция я ожидал худшего намного худшего согласись причем это касается и дороги снизу или может быть я просто только первый раз закрыл стекла и мне любая машина показалась бы такой же тихой ладно что касается цены с 29 тысяч до налогов стартует здесь челленджер с таким мотором в нашей комплектации эта цена поднялась уже до 37 тысяч и здесь я хочу ответить на вопрос почему не charger почему не charger ну во первых вы больше просили челленджер во вторых я считаю что если уже идти на вот эти вот компромиссы на эти челленджи да то под челленджи челленджер как-то выглядит нормальный charger это уже скукотище хотя в принципе те же моторы та же платформа плюс-минус те же габариты и практически та же цена но на купорте этих машин я имею виду челленджеров намного больше соответственно лучшие цены больше выбор и перед этой поездкой мы нашли проверенную контору по пригону автомобилей из сша к нам и сейчас мы условно телепортируемся в их в офис чтобы выяснить сколько это тачка обойдется под ключ у нас Паша у нас есть проблема мы загорелись этим челленджером у тебя есть главная задача сейчас отговорить пожалуйста скажи что нет запчастей это же не проблема скажи что машины не чинятся и челленджер это именно правильная американская тачка которую действительно стоит вести но с нужным объемом то есть это то ради чего действительно стоит заморочиться ты намекаешь что на 3.6 это все-таки лох да это такое и чтоб с виду попонтоваться по сути но на самом деле я уже тоже посмотрел на копорте пару объявления просто разница небольшая если бы была разница большая в цене еще 3.6 следующем там чуть-чуть же растаможка затянет из объема а так все-таки стоит то стоит того удовольствие окей давай посмотрим что есть похожая машина продавалась на автостате от восемнадцатого года челленджер он ушел тоже объем 6.4 в сторону ударенный но нормальный удар восемнадцать тысяч он ушел то есть примерно то есть исходим из того что 6.4 в хейме получается за 18 плюс минус до 20 мы берем по максимуму то есть можно пробовать там и дешевле но будем отталкиваться возьмем дешевле это аукционы получится взять дешевле значит возьмем дешевле то есть ориентируемся на эту цену и с этим ориентиром вот мы посмотрели из того классного что есть ну вот этот классный по повреждениям я скажу мы там уже просчитали по запчастям вернемся по запчастям тоже поговорим по этому поводу вот такой вот восемнадцатого года 12 тысяч миль пробега и посчитали сколько он будет стоить били комиссии все перемещения растаможка у нас получилось 6 600 и вот он отталкиваясь от 18 тысяч получился уже в украине с растаможкой то есть все подключить только без ремонта 29 29 тысяч значит по запчастям все запчасти смотрели в америке все запчасти смотрели новые то есть вот 4 520 у нас получилось запчастей то есть плюс 29 тысяч вот эти вот 33 520 ну и там за ремонт можно говорить что до 35 цена это уже за правильный да это уже прям огонь-огонь классно купить в америке прям укомплектовать запчастями вести уже сюда укомплектованные да паша не уточняет мы об этом говорили в обзоре теслы у 7 motors в штатах есть база и это как бы принципиально меняет весь процесс то есть машина не приходит сюда в мешке да вот как говорится она приходит на склад штаты и там есть возможность ее дефектовать кстати полностью или только поверхностно смотрится ну если есть задача полностью дефектуем полностью то есть можно высаживается видео видно полностью у нас есть 360 камеры которые можно остановить и крутить сколько тебе надо мы поднимаем машину смотрим что там внизу то есть а после покупки а что можно Кстати, до покупки вы можете посмотреть? Конечно, то есть до покупки мы можем, если это будет рядом с нашей базой, кто-то поедет прям вот с нашей базы, кто-то может поехать и на телефоне там, иногда на этих аукционах они против каких-то видеосвязей, видеосъемок, то есть можно просто на телефоне на связи с клиентом, да, загляньте там, загляньте там, или у нас там есть партнеры, они тоже могут в любую точку там Америки приехать и провести осмотр. Хорошо, тогда потом она приходит на базу, дефектуется, прямо там сразу же оттуда можно машину сюда не везти, а подождать запчастей, да? Конечно, конечно, ну она дефектовали, увидели, что нужно купить, заказали или там на джанк-ярдах, или заказали на eBay, ну где-то на сайтах. То есть все это кладется в машину? Да, можно, у нас даже на базе можно ее это все навесить, то есть если там вырвало колесо, можно купить всю там подвеску и у нас на базе это поставить, чтобы машина уже везде ездила на своих колесах, то есть или там если дверь, дверь можно назад вставить. То есть мелкий ремонт? Мелкий ремонт, да, просто можно сделать и крупный, но в Америке он гораздо дороже, там дороже рабочие силы и все остальное, это не совсем будет рентабельно. Когда нам приезжает машина на базу, мы вытягиваем, они же, ну попала в аварию машина, попала, ну сразу забросали все, что там было на месте аварии, зашвыряли это все, оно продалось, пока доехало до Украины, это подцарапает карты дверные, потолок. Короче попадало сверху. Да, а мы все это красиво вытягиваем аккуратно, упаковываем все запчасти, аккуратно вкладываем, то есть никаких дополнительных повреждений после этого они не нанесут. Хорошо, давай ради интереса прикинем, сколько можно сэкономить, если нужен только как бы внешний вид и можно согласиться на 3,6. 3,6, ну получается 12 тысяч разница у нас получилась на том же годе, только из-за объема. То есть 25 за 3,6, грубо говоря, 35 за уже за настоящий двигатель. Сколько приблизительно времени займет вот так вот на глаз именно с ремонтом этой машины, с запчастями? Грубо говоря, если грамотно все правильно сделать, динамично, то в принципе в 3 месяца можно вложиться даже с ремонтом. С запасом. И кстати, если вам вообще интересна эта тема, то у Seven Motors есть канал на YouTube, возможно вы уже на него подписаны. Там Вова руками перебирает Lamborghini и всякие. Это после аварии наверное отстрелили подголовники, это же кабриолет. Ну и не подумайте, что я агитирую, но сейчас в голове крутится цифра 25-35 тысяч фактически за настоящий эксклюзив и даже за настоящий суперкар, если мы говорим о топовых версиях. Это очень интересно и может быть мы с вами еще поговорим на эту тему на нашем канале в дальнейшем в каком-нибудь новом спецпроекте. По крайней мере руки сейчас зачесались. По поводу Seven Motors повторюсь, мы не случайно пришли в эту компанию, мы собрали отзывы. Нас интересовало то, что у ребят есть база в штатах, которая реально упрощает процессы. Есть свое СТО и что самое важное, позитивный имидж на рынке, за который они все еще усердно держатся. Поэтому рекомендуем, если будут вопросы, проблемы, конфликты, пишите лично нам. Увидимся. 60 километров я проехал на машине и в принципе уже привык к габаритам. Хотя нельзя не заметить, что диаметр разворота здесь чуть-чуть больше, чем у среднестатистического пикапа. 11,6 метров. Это тоже надо учитывать. По американским меркам Challenger с этим мотором считается очень экономичным. Как тут кстати? Сначала льешь, потом платишь. Особенно, особенно экономичным они утверждают, что он стал после установки новой коробки. И заявленный расход в городе здесь 12,5 литров. Это круче, чем в дорестайлинговой машине, либо в машине, которая там была до 2015 года где-то. Круче, чем у конкурентов. Но реалии они такие. Мы побаловались за 60 километров 25 литров. Надо будет ставить газ. Мы вернули тачку на абсолютно то же место. Целую и даже с целыми дисками. Я считаю, что это успех. И пока к нам доедет наш Uber, чтобы увезти нас в аэропорт, давайте подведем итоги. Итак, что классного в этой тачке? Я считаю, что все-таки это надежность и большой ресурс основных элементов. Коробка, двигатель, подвеска, ну и даже, даже кузов. Из хорошего, мягкая подвеска для наших дорог будет нормально. Даже, как я сказал, с двадцатыми дисками, которые просто созданы по диаметру для этой тачки. Еще из хорошего, это то, что сюда можно поставить ГБУ, будет нормальный расход. Но даже, если не ставить, я так прикинул, 12-13, максимум 15 литров. Можно себе еще плюс-минус позволить. Из неприятного, это все-таки тяжелая управляемость, стрёмные габариты. Ну и задний привод, на котором зимой нужно будет ездить очень аккуратно. Но самое главное, то, что фактически за вменяемые деньги, за цену там, я не знаю, нового Ford Focus, вы получаете тачку, которую в нашей стране можно уверенно называть суперкаром. Но это, если будете рассказывать о ней девушкам. А для более-менее прошаренной публики говорите musclecar. Итак, сейчас мы летим в Salt Lake City. Там нас должен был ждать Ford Fusion. Но владелец этой тачки передумал нам ее давать. Странный какой-то. И мы на ходу, прямо в полете, выберем другую машину. Наши приключения на втором канале Infocar Backstage. А в следующей серии какая-то новая интересная американская тачка. Подписывайтесь. И что интересно, эта поездка в Штаты для нас эксперимент. По тому, сколько будет лайков, просмотров, перепостов, комментариев. Вот. И вообще, какой будет результат, мы определимся. Возможно, стоит прилететь сюда еще раз. И тогда, как минимум, вот тот вот белый корвет здесь же мы обязательно должны взять. Увидимся. Спасибо, что смотрели. Субтитры сделал DimaTorzok